Добрый день, уважаемые слушатели лекции. Меня зовут Лаура Косуми, я являюсь ассистентом кафедры дерматовенерологии и косметологии и веду также преподавательскую деятельность на кафедре общественного здоровья и доказательной медицины. Позвольте представить вашему вниманию лекцию на тему определения размера выборки для различных исследований. План лекции следующий. Вначале хотелось бы поделиться информацией по расчету размера выборки для поперечных исследований. Затем мы поговорим с вами о расчете размера выборки для аналитических исследований, случаев контроль и когортные исследования. Ну и наконец попытаемся посчитать размер выборки для клинических испытаний. В конце лекции мне хотелось бы поделиться с вами ссылками на полезные ресурсы. Для начала хотелось бы напомнить, что же такое поперечные исследования. Поперечные исследования у нас относятся к обсервационным исследованиям. По характеристике временного фактора оно относится к одномоментным. В англоязычной литературе его называют cross-sectional. Иногда используют русский аналог – кросс-секционные исследования. Исследования это являются чаще всего описательным. Например, мы хотим описать распространенность артериальной гипертензии среди населения города семей. Однако, если мы хотим попытаться найти взаимосвязь распространенности артериальной гипертензии с другой переменной, к примеру, с массой тела, то тогда исследование начинает носить характер аналитического исследования, когда мы пытаемся установить корреляционную взаимосвязь между двумя упомянутыми переменами. А поперечные исследования хорошо подходят для выявления хронических длительно текущих заболеваний. Весьма удобным инструментом для расчета выборки является программа EpiInfo. У меня на компьютере установлена седьмая версия EpiInfo 7. Можно скачать с одноименного сайта. Программа бесплатная для использования. Никакой лицензии не требуется. Воспользуемся кнопочкой StatCalc, которая выделена на текущем слайде. Из выпадающего списка выбираем Sample Size and Power. Это первый пункт меню. В свою очередь из Sample Size and Power мы выбираем Population Survey. Первый пункт, который нам понадобится для расчета выборки в поперечном исследовании. Открывается окошечко, в котором в заголовке мы видим следующего рода надпись. Population Survey or Descriptive Study. Популяционное исследование или описательное исследование. И обратите внимание. For Simple Random Sampling, Leave Design Effect and Clusters Equal to One. То есть окошечки 4 и 5 дизайн эффект и кластеры мы оставляем равными единицей. Их не трогаем. Оставшиеся три поля Population Size, Expected Frequency и Confidence Limits мы заполняем собственноручно. Что надо будет заполнить? Population Size. К примеру, мы хотим определить частоту курения среди студентов Общем медицинского факультета ГМО Города Семей. Возьмем приблизительную цифру, условную, количество студентов. Population Size в этом примере будет равно 2500 студентов. Следующее. Expected Frequency. Можно изучить литературные данные по данной проблеме и заполнить какую-то среднюю цифру, усредненный показатель по распространенности курения, ожидаемой распространенности. Предположим, что мы нашли цифру в среднем, каждый пятый студент или 20% студентов медицинских вузов являются курильщиками. Ну и, наконец, следующее. Confidence Limits. В исследованиях чаще всего уровень статистической значимости берется за 5%. Это те самые пресловутые Пи равные 0,05. При заполнении трех окошек, напоминаю, что четвертое и пятое окошки мы оставляем нетронутыми. Обращаю ваше внимание, мы взяли уровень статистической значимости за 5%, поэтому Confidence Level 95%, а количество выборки нашей составит 224 человека. То есть для изучения распространенности курения среди студентов Общемедицинского факультета ГМУ города Семей при ожидаемой частоте в 20% в нашу выборку попадут 224 студента. На следующем слайде я попыталась привести пример того, как будет меняться количество участников выборки при возрастании ожидаемой частоты изучаемого явления. Допустим, мы нашли цифру не 20% курильщиков среди студентов Общемедицинского факультета, а 50%. При 5% уровне статистической значимости количество участников поперечного исследования возросло до 333. То есть количество участников поперечного исследования увеличивается не только при увеличении размеров генеральной популяции, но также зависит от ожидаемой частоты изучаемого явления, ну и, естественно, от уровня статистической значимости. На данном слайде вы видите, что если мы возьмем уровень статической значимости 99%, то количество участников будет уже не 333 студента, а 524. На данном слайде представлена краткая характеристика исследования случай-контроль. Случай-контроль также, как и поперечное, является обсервационным или неинтервенционным исследованием, то есть исследованием, в котором не тестируется какое-либо вмешательство. Мы выполняем здесь роль наблюдателя. Зачем же мы наблюдаем? Мы здесь не просто наблюдаем, но мы здесь также пытаемся проанализировать, есть ли взаимосвязь между каким-либо фактором риска и исходом. А по фактору времени исследование случай-контроль является продольным исследованием, а по направлению — ретроспективным. То есть мы пытаемся найти связь между двумя явлениями, двигаясь от исходов к фактору риска. То есть мы движемся от случаев, от того, что уже произошло, к предполагаемым факторам риска. Для того, чтобы рассчитать выборку для исследования случаев-контроль, воспользуемся программой PINFO 7-й версии. Нажимаем нам уже на знакомую кнопочку StatCalc, выбираем кнопочку Sample Size and Power, и в меню отмечаем Unmatched Case Control. На данном слайде эти кнопочки, нужная кнопка Unmatched Case Control обведена красным. Открывается новое окно, в котором необходимо заполнить несколько показателей. Первый показатель Two-Sided Confidence Level — это доверительный интервал, который в большинстве биомедицинских исследований является общепринятым и равен 95%. Следующий параметр Power или мощность также является общепринятым и равен 80%. Поэтому рекомендуем вам оставлять те же самые цифры при самостоятельном заполнении этого окна — 95% и 80%. Следующий параметр отношения числа контроля к случаям пусть будет равным 2. Какой пример возьмем? Например, возьмем следующий — связь между остеопорозом и многоплодной беременностью. Остеопороз в нашем примере будет случаем, многоплодная беременность — это будет фактор риска. То есть мы пытаемся ретроспективно установить взаимосвязь между двумя этими переменами. Следующее окошко — процент контролей, среди которых наблюдается распространенность фактора риска. Ну, допустим, в литературе мы нашли цифру в 20%. И следующее окно для заполнения — это отношение шансов или шанс быть подвернутым фактору риска. Мы будем считать, что он будет в два раза больше в сравнении с группой контроля. При заполнении всех заданных окошек, последняя ячейка, процент случаев, заполняется автоматически. То есть ее не трогаем. При заполнении всех параметров появляется табличка с расчетом выборки по Келси, по Фляйсу и по Фляйсу с поправкой на непрерывность. Обычно берем среднюю колонку. И что мы получаем? 126 случаев, ровно в два раза больше контролей — 252 человека. И общее количество участников — 378. Следующее исследование, которое хотелось бы охарактеризовать, — это когортное исследование, которое также является обсервационным. То есть здесь не тестируется какое-либо вмешательство. По характеру оно также аналитическое. То есть пытаемся установить какие-то ассоциативные или причинно-следственные связи между фактором риска и исходом. И в отличие от случая контроля, это исследование может быть как проспективным, так и ретроспективным, а также двусторонним. Все подробности можно прочесть в статье Халматовой 2016 года в журнале «Экология человека». Ссылка будет дана в конце. Алгоритм нам уже знаком. То есть в программе IPInfo нажимаем на кнопочку «Stat Calc». Из меню «Sample Size and Power» выбираем уже «Когортное исследование». Это второй пункт «Cohort or Cross-Sectional». При нажатии на кнопочку появляется новое окно. Какие параметры необходимо заполнить своими руками? Первое – это уже известное нам значение доверительного интервала. Мы уже договорились, что выбираем из ниспадающего меню 95%. Мощность исследования, опять же, берем общепринятые для большинства биомедицинских исследований, показатели равны 80%. В «Когортных исследованиях», насколько мы помним из дизайна методологии исследований, в «Когортном исследовании» мы можем взять количество участников равным количеству группе, где фактор риска присутствует. То есть группа риска и группа контроля могут быть эквивалентны по размеру. Таким образом, соотношение составит 1, отношение составит единицу. Предположим, что процент в литературе нашли, что процент исхода в группе неэкспонированной составит 10%. Ну и отношение рисков, опять же, по литературным данным, будет равняться 2. Ну или это минимальное значение, что если мы не находим в литературе эти сведения, будем считать, что отношение рисков составляет минимальное значение 2. Другие окошки мы не трогаем, они заполняются автоматически. Появляется знакомая нам таблица, где мы берем усредненные показатели. Допустим, мы возьмем по флейсу 199, 199, итого 398 участников. Округленно можно взять 400 участников. Но мы должны запомнить, что когорное исследование является перспективным исследованием. Есть шанс того, что выборка может истощаться. То есть количество участников может уменьшиться в ходе исследования. Ну, к примеру, пациенты могут отказаться принимать участие или может произойти их естественная оболь, например, в случае смерти или переезда из одного населенного пункта в другой. Поэтому рекомендуется к подсчитанной выборке добавить с запасом 20-25%. То есть в нашем случае мы должны еще добавить как минимум 100 человек для того, чтобы наша выборка была застрахована от истощения. Несколько сложнее обстоит дело с расчетом размера выборки для клинических испытаний. Клинические испытания являются экспериментальными. То есть минимум присутствуют две группы, основная и контрольная, где в одной группе мы испытываем один тип вмешательства, во второй же будет несколько видоизмененный тип вмешательства. Допустим, другая дозировка лекарственного препарата или другая комбинация лекарственных препаратов. Или же это вообще может быть плацебо. Так вот, расчет размера выборки в клинических исследованиях зависит от того, какую переменную мы возьмем для проведения сравнения групп. И если мы будем сравнивать группы по истинному исходу, то переменная будет качественная переменная, дихотомическая. Если будем сравнивать по суррогатным исходам, то, соответственно, переменная будет количественной. Разберем следующий пример. Рассмотрим РКИ, рандомизированное контролируемое клиническое испытание, в котором в основной группе будет применяться новая схема с химиотерапией, а в контрольной группе стандартная. Сравниваться эти две группы будут по исходу, а именно по частоте рецидивов заболевания в течение года после курса химиотерапии. Почему частота рецидивов является качественной переменной? А потому что мы отвечаем на вопрос, разовьется рецидив заболевания в течение года после курса химиотерапии или нет. То есть это дихотомическая качественная переменная, которая подразумевает ответ на вопрос, да, разовьется, нет, не разовьется. На данном слайде представлена формула для подсчета количества пациентов, которую требуется включить в каждую группу в том случае, когда эффективность терапии будет сравниваться по исходу качественной или дихотомической переменной. В формуле мы видим следующие параметры. Первое — это непосредственно n количество пациентов, которое требуется включить в каждую группу. Следующий параметр — пи с си малая, частота наступления событий в контрольной группе. Пи с и малая, частота наступления событий в основной группе. Далее разность данных частот, которые в формуле всегда указываются с положительным знаком, то есть мы берем модуль по этим частотам и коэффициент си. Мы уже договорились, что мощность исследования мы всегда берем за 80%, а доверительный интервал у нас равен 95%, те самые пресловутые пи равные 0,05. Если мы задаем эти два параметра, то коэффициент у нас обычно равен 7,85. Допустим, что в литературе мы нашли сведения о частотах наступления события, а именно частоты рецидива в основной и в контрольных группах. В основной группе, пусть этот показатель будет равен 0,2, а в контрольной группе 0,4. Подставив эти сведения в нашу формулу, мы получаем цифру 92, но эта цифра только для одной группы. Соответственно, для того, чтобы посчитать выборку в целом, нам надо умножить 92 на 2 и получаем выборку в 184 пациента. Поскольку РКИ является также перспективным исследованием с угрозой истощения выборки, нам необходим резерв плюс 20-25%. Рассмотрим другой исход, когда в качестве перемены мы рассмотрим длительность госпитализации, то есть мы возьмем уже количественную переменную. Для количественной перемены будет другая формула для расчета размера выборки для РКИ. Что мы видим в формуле для подсчета количества выборки для экспериментальных исследований, когда в качестве исхода берется количественная переменная? Мы видим знакомый нам коэффициент С, который равен 7,85. Также в литературе надо будет найти стандартное отклонение значения показателя S и ожидаемое различие между значением показателя в основной и контрольной группе D. В нашем примере по данным литературы стандартное отклонение длительности госпитализации при стандартной терапии составило 4 дня, а уменьшение средней длительности госпитализации составило 3 дня. То есть эти же параметры мы подставим в нашу формулу. Подставив наши сведения, которые мы нашли в литературе в формулу, получаем цифру 29 человек. Это число участников только в одной группе. Соответственно, для полноты выборки мы умножаем 29 на 2, получаем 58 человек и не забываем про наш резерв в плюс 25%. Для подготовки этой лекции я использовала цикл статей Халматовой из журнала «Экология человека», лекции Грожебовского Андрея Мячеславича в журнале «Наука и здравоохранение», и считаю, что весьма полезным будет посмотреть материал по биостатистике на канале Кирилла Мельчакова. Ссылка размещена на слайде, где Кирилл очень хорошо говорит об ошибке первого и второго рода, о достоверности и мощности исследования. Эти сведения будут весьма полезны для понимания сегодняшней темы, для полноты понимания расчета объема выборки для различных исследований. Спасибо за внимание. Надеюсь, что лекция была полезной.